Здравствуйте! С вами в студии Олеся Акинфеева. В эфире новости. Сегодня в выпуске главной темы. Конью строителя в Серпухове наградили представителей отрасли. Диалог с врачом о ковиде, прививках и углубленной диспансеризации говорили на встрече в Доме ветеранов. В сотрудничество власти и жителей в городском округе продолжаются работы по программе инициативного бюджетирования. Сегодня в Серпухове поздравления принимали люди самой мирной и созидательной профессии. В преддверии своего праздника в неформальной обстановке на постоялом дворе трактира «Русь» чествовали лучших строителей. В 19-ти были вручены благодарственные письма главы городского округа. В Серпухове стало уже традицией ко дню строителя сдавать новые объекты. Не стало исключением и август этого года. Строительство современной общеобразовательной школы на 825 мест в Ивановских двориках завершилось накануне. Мы уже получили разрешение на ввод школы на 825 мест в микрорайоне Ивановские дворики. С этой доброй вести начала поздравление Юлия Купецкая. В округе в последние годы строится и еще будет строиться много важных социальных объектов. В ближайшие месяцы мы приступим к большой радости наших жителей к реконструкции стадиона «Спартак» и строительству нового детского сада. Буквально на днях у нас заключается договор на проектирование и строительство будущей поликлиники на 700 мест в микрорайоне Ивановские дворики. Может быть не так активно, как в городах, которые находятся ближе к Аду, но у нас идет жилищное строительство. А это все вашими руками. Это ежедневный труд, это непростой труд. И позвольте в вашем лице поздравить всех строителей, которые работают в нашем городе. Всего вам самого наилучшего и, конечно же, профессиональных успехов. С праздником! Герой сегодняшнего дня – строитель компании «Воздвижение». За рекордные полтора года они возвели отвечающую всем современным требованиям школу-сказку, школу-мечту. Поэтому благодарственные письма главы округа первым вручает главному инженеру Юрию Путинцеву и двум его помощникам. Конечно же, лучший подарок для строительной компании – объект, построенный на совесть. Планировали и шли долго к цели, приложив все усилия, чтобы новая школа была введена в строй, в эксплуатацию, в дню строителя. И при взаимодействии с администрацией городского округа серпухов реализовали. За свою качество мы отвечаем. При реализации данного проекта принимало участие около 30 подрядных организаций только. И в самый пик строительства 220 человек. С каждым годом меняются строительные материалы, появляются оригинальные конструкторские проекты, механизируется сам процесс строительства. Однако самым главным достоянием и богатством остаются люди – строители, инженеры, архитекторы, электрогазосварщики и монтажники. Я уверена в том, что вы выполняете свою работу, строите, проектируете ответственно, с душой, с любовью. Спасибо вам за ваш труд. Хочу вам пожелать, ну что нужно хорошему строителю? Работа, хорошая работа, хорошие заказы, хорошие подряды. Чтобы наши территории развивались, чтобы на смену старым объектам возводились новые красивые дома. Конечно, с сохранением в Серпухове очень много интересных старых объектов, которые нужно сохранить и отреставрировать. Я желаю, чтобы на это были и деньги, и возможности. И, конечно же, вы профессионалы. Поэтому с Днём строителя, с праздником! А хороших строительных компаний, постоянно работающих в округе, немало. Это фирма «Реинвест», АО «Эхо», ЗАО «Седа», Серпуховский строительный сетевой ресурс 250-й ЗЖБИ. Лучшие специалисты этих организаций сегодня были награждены на празднование Дня строителя. Старинный Серпухов хорошеет и молодеет благодаря им. На самые волнующие вопросы об углубленной диспансеризации, коронавирусной инфекции и прививках ответила заместитель главного врача ЦРБ Екатерина Прокофьева в Доме ветеранов. Подробности далее. Как дружок твои дела, как живут антитела. Кровь на них уже сдавал, сколько тысяч посчитал. А коли нету этих тел, не важнецкий твой удел. Хоть тревожно сердце бьется, спутник, надо уколоться. И тогда везде ты вхожь, на героя ты похож. Александра Недугова читает стихи собственного сочинения. Не так давно женщина переболела коронавирусной инфекцией. На своем опыте знает, насколько это серьезно. Теперь ей важно понимать, какие могут быть последствия. Требуется ли ей прививка. В Доме ветеранов состоялась первая очная встреча жителей городского округа с сотрудниками серпуховских медучреждений. Екатерина Прокофьева рассказала о начале проведения углубленной диспансеризации лиц, которые переболели COVID-19, ревакцинацией и вакцинацией спутником Light. Проводится повторная вакцинация через 6 месяцев после первичной вакцинации. Неважно, некоторые спрашивают вопрос, а нужно ли мне проверить наличие антител. Как у меня повлияла первая вакцина на меня. Что-то осталось, что-то не осталось. Может быть мне не нужна повторная вакцинация. Есть четкие разъяснения от Минздрава. Есть письмо, где четко написано, что повторная вакцинация у нас проводится через 6 месяцев после первой вакцинации или через 6 месяцев после того, как человек переболел. Предупрежден, значит вооружен. Я сделал вакцинацию, привился спутником ВИЭ. Но маску носить в общественном месте все равно считаю нужным. А мероприятие, проводимое сегодня в Доме ветеранов, очень правильное, очень нужная информация. Та, которая нам была недоступна сегодня, мы поняли все, она нужна. Я болела ковидом, но не в такой легкой форме, но у меня были врачи. Приезжали, карантин я соблюдала, брали ПЦР, брали все. И даже лекарства на дом приносили. Я благодарна за ту помощь, которую оказали во время коронавируса. И за то, что сегодня было такое выступление врачей, что мы тоже очень довольны, что вы пришли к нам. Пенсионеры задавали вопросы о том, где будет проводиться углубленная диспансеризация и в чем она заключается. Много вопросов было о прививке «Спутник Лайт» и чем она отличается от других вакцин. Собравшиеся даже делали пометки в блокнотах. Мы как раз услышали, что людей интересуют. И поэтому мы постараемся на соцсетях администрации, в соцсетях учреждений здравоохранения делать анонсы, когда будут проходить встречи. И рассказывать на волнующие темы. Подобные встречи будут проводиться на постоянной основе в учреждениях здравоохранения в социальных центрах. 11 августа главные врачи городского округа ответят на вопросы жителей в стенах администрации. Расскажут общую информацию и ответят на все вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, вакцинацией, диспансеризацией. Узнать о мероприятии подробнее можно по номеру телефона 75 0017. Сделаем вместе. К одной города завершится благоустройство мемориала в поселке Пролетарский и общественной территории в Большевике. Работы на этих объектах проводятся по программе инициативного бюджетирования. 255 жителей поселка Пролетарский, в основном это работники местной суконной фабрики, не вернулись в поле Великой Отечественной. Их имена увековечены на мемориале «Родина-мать». Открыт он ровно 60 лет назад. Благодаря инициативному бюджетированию, новому направлению финансовой системы, позволяющей самим жителям определять и участвовать в финансировании социально значимых объектов, сегодня в поселке Пролетарский проводят работы по обновлению и обустройству сквера и мемориала. Работают два подрядчика. Один подрядчик с динамикой света занимается прокладкой кабелей и монтажем опора освещения. Здесь у нас появится 36 новых торшеров со светодиодной оптикой. Будет довольно-таки светло, довольно-таки красиво. Все в дизайнерских решениях учтено. И отдельно у нас работает бригада, которая сейчас занимается непосредственно демонтажем старой брусчатки, опилом деревьев. В сквере приступили к укладке нового тротуарного покрытия на дорожках и к реконструкции самого мемориала. Здесь полностью заменят керамогранит. Впереди реставрация плит, на которых имена земляков, участников Великой Отечественной. Скоро здесь будут и цветы красивые посаженные, и кустарники. А рядом находящаяся могила, прямо рядом могила наших пролетарцев, которые погибли во время бомбардировки 7 ноября 1941 года нашей фабрики. Хорошо, что именно в год 60-летия этого сквера идет реконструкция. Перемены в облике сквера произойдут существенные. Появятся новые фонари, скамейки, здесь посадят деревья и восстановят газоны. А в Большевике, благодаря программе инициативного бюджетирования, продолжится благоустройство местного Арбата. Теперь уже в районе домов 3, 3а и 5. За вторую очередь строительство пешеходной зоны проголосовали более 200 человек. Она будет не хуже обустроенной в прошлом году. Здесь появятся детские площадки, места отдыха для взрослых. Особая гордость – велодорожки. Сейчас проводятся работы по разбивке торшерного освещения. Будет сделана большая работа по перекладке линий электропередач. В дальнейшем будет осуществлено согласование с подрядными организациями. И уже тогда в понедельник будет начинаться благоустройство полностью вместе с тропиночной сетью и раскопками и установкой закладных опор. Реализация проектов осуществляется за счет средств Московской области, муниципалитета и внебюджетных источников. В этом году благоустроить общественные территории в Пролетарском и Большевике помогла компания «Элитстрой». Закон об инициативном бюджетировании принят не так давно, но уже очевидно – он работает. В прошлом году благодаря этой программе второе рождение получил мемориал в Турово и был начат первый этап благоустройства в поселке Большевик. Турнир по городошному спорту для участников программы «Активное долголетие» состоялся в Серпухове на территории комплекса «Русский медведь». За победу с двумя командами нашего округа боролись спортсмены из Чехова и Подольска. Кто стал сильнейшим, расскажет Алексей Пименов. Вместо разминки здесь торжественная церемония открытия. Под звуки гимна участники выстраиваются почти идеально. Их боевому настрою и дождь не помеха. Перед началом турнира игроков напутствуют почетные гости. Наш город Серпухов всегда гостеприимен и всегда проводит соревнования на высшем уровне. Я уверена, что сегодня наши участники по русским городкам получат заряд бодрости, новое знакомство и радость в движении. Соревнования проходят на двух площадках. Игроки выбивают с них короткие круглые палочки, которые и называются городками. У каждого участника несколько попыток. Секрет победы в технике броска, уверен капитан команды нашего округа. Чтобы рука была ровно, не так вот кидать, а чтобы ровненько. Раз, и она летит, летит, летит. Все, ну вы видели. Мастерские броски оценила и съемочная группа, и болельщики, среди которых супруга Валерия Хасанова – Зоя. Она, кстати, и убедила своего мужа участвовать в соревнованиях. Я сказала, чтобы первое место было обеспечено. Иначе кормить не будут. Состязание продолжалось более полутора часов. Победила одна из двух команд нашего округа, набрала больше сорока очков. Организаторы не исключают, что повторят подобный турнир в ближайшем будущем. Вид спорта на сегодняшний день, он редкий. Поэтому мы ищем новые варианты досуга, активности для людей. А так как в нашем городе практически единственная такая площадка, поэтому пришла такая идея – провести на этой площадке у русского медведя вот такие соревнования. В перерыве между соревнованиями программа «Активное долголетие» не сбавляет обороты. Эксперименты продолжаются. Так уже во вторник состоится первое занятие по самомассажу лица. Песни, игры и конкурсы «День деревни Вихрово» местные жители отметили с размахом. К народным гуляниям присоединилась и наша съемочная группа. В Вихрово сегодня было весело и празднично. Взрослые дети, несмотря на накрапывающий дождь, с удовольствием присоединились к народным гуляниям. Здесь очень нравится всем выступать. Почему? Потому что люди действительно доброжелательные, очень рады всегда нашему приезду. Ну, приятно здесь. Вообще здесь звук необыкновенный. Когда у нас солисты пели тут под аппаратуру, тут вообще записи такие необыкновенно красивые получаются. Концерт был очень задорный, веселый. Всем очень понравилось, я думаю. Ну, по крайней мере, моим близким точно. Коллектив «Дома культуры Ровесник» радовал выступлениями. А жители с благодушием встретили гостей, сами активно участвовали в конкурсах, пели, танцевали. Был конкурс у нас, задавали вопросы по истории деревни. Ну, как бы что могла, то ответила, и получилось, что выиграла. Ну, насколько я знаю, да, до революции эта деревня, эта земля принадлежала графу Монтефелю. Вот, он был достаточно известный культурный деятель. Его сын потом являлся первым директором московского зоопарка. Вот, он очень много сил вкладывал в эту деревню. То есть, здесь даже раньше был деревянный водопровод. В так называемом барском саду была его усадьба, было там несколько зданий. Праздник деревни по-настоящему объединяет. Жители Вихрова с нетерпением будут ждать гостей и на следующий год. Олимпийские игры в Токио близятся к завершению. Серпуховичи смотрят и активно болеют за наших спортсменов. Воспитанники спортивной школы «Русский медведь» под дзюдо и самбо до и после тренировок собираются вместе перед экранами телевизоров и наблюдают за происходящим на спортивных аренах летней Олимпиады. Юные чемпионы продолжают готовиться к стартующему уже в сентябре новому сезону. Тренируются, закладывают фундамент для будущих побед. А в свободное от занятия время каждый из них смотрит выступления лучших представителей любимого вида спорта на главных играх четырехлетия. Я смотрел дзюдо. Я болел за Мадину Таймазову. Жалко, что она не смогла занять первое место, но заняла третье. Это все равно хороший результат для нее. Потому что Олимпиада – это одни из самых важных соревнований в жизни у каждого. Эти мальчишки очень любят спорт. Они живут им. Каждый день просыпаясь с одной мыслью – тренироваться, чтобы стать лучшими. Завоевать не только титулы и награды, но и сердца людей. Я тоже мечтаю попасть на Олимпиаду. И я уже годами тружусь, чтобы попасть туда. Я мечтаю стать олимпийским чемпионом под дзюдо. Может быть и по самбо, если его включат в Олимпиаду. Наставники гордятся своими подопечными. Ребята добросовестно приходят на тренировки, выполняют все указания тренеров и делятся впечатлениями от того, что происходит на стадионах летней Олимпиады. Это хороший пример. Как раз наши ребята, ребятишки смотрят, видят, к чему стремятся, что вот тут уровень, лишний стимул. Игры 32-й Олимпиады завершатся 8 августа. Но можно не сомневаться, они останутся в сердцах и памяти миллионов людей, в том числе и наших юных чемпионов. Быть может, уже через несколько лет мы будем с гордостью следить за ними на самом главном старте в жизни каждого спортсмена. Удивительный мир пауков-гигантов в музейно-выставочном центре. Уникальная выставка, на которой представлено более 50 хищников, работает до 29 августа. Экспозиция познакомит с видовым разнообразием пауков-птицеедов и представителями отряда скорпионов. За стеклами террариумов, как в свете софитов, греют пушистые брюшки гостей из Южной Америки, Юго-Западной Азии и западного побережья Африки. Длинноногие красавцы удивляют расцветкой и своим спокойствием. Для каждого из них созданы все условия в индивидуальных жилищах. Иногда гастролеров выпускают прогуляться по посетителям этой удивительной выставки. В Серпухов приехали пауки-гиганты. Компанию представляют скорпионы, мадагаскарские тараканы и даже рептилии. Более 50 живых экспонатов, за которыми так интересно наблюдать, а может и познакомиться поближе. На самом деле все пауки, которые представлены здесь, они не то что не обитают в Московской области, их вообще на территории нашей страны нигде больше не встретишь в дикой природе. А вот здесь просто уникальнейшая возможность всем и каждому просто посмотреть, насколько богат весь этот живой мир и его обитатели. Экзотическая выставка пауков-гигантов в музейно-выставочном центре – интерактивная и познавательная площадка. Папы и мамы, дедушки и бабушки, приводя своих малышей сюда, тут же забываются и сами с интересом коммуницируют с местными обитателями. О том, как устроены паукообразные, о их повадках в живой природе расскажут информационные стенды. Можно как самостоятельно просто посмотреть, походить по выставке, можно же заказать экскурсии, тогда вот как раз узнать очень много интересного об этих самых пауках. Организаторы придумали целую программу с экскурсией и мастер-классом «Паук из бисера». Но в любом случае знакомство с пауком-птицеедом запомнится надолго. Ну, такой мягкий и нежный. Он красивый цветом и лапками. Я фанат «Человека-паука», и мы с дедушкой решили сходить на эту выставку огромных насекомых. Они большие, мохнатые, здоровые. Уникальная выставка живых пауков и скорпионов будет действовать в музейно-выставочном центре до 29 августа. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей читайте, смотрите на нашем сайте, на сайте администрации и в социальных сетях. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»